Субтитры сделал DimaTorzok Ну, проекции. Я знаю, Ян, что достаточно сложно провести. Ну, то есть, вот так просто рассказать об этом, это прямо очень сложно. И надо проводить. Сегодня твоим подопытным буду я. Хотя ты меня уже к этому подводила. Да, я уже тебя проводила в этом не так легко. Но, во-первых, приветствую всех. Нас я проводила в этом не так легко. Но, во-первых, приветствую всех. Нас я проводила в этом не так легко. Так, перейдем, значит, к теме проекции. Значит, я повторюсь, что путь без пути и, в частности, данный проект, да, он подразумевает проводниковость, а именно обнаружение собственного ответа. То есть, когда человек подведен к вскрытию этого ответа внутри самого себя и, естественно, самим собой. А иначе получается обычный ментальный формат, когда кто-то рассказывает, человек просто сидит, как бы достаточно лениво слушает, ну, может быть, не лениво, но слушает. И, как бы, решает, да, нравится или не нравится. Это, естественно, некорректная позиция, неправильная позиция. То есть, человек не участвует. Человек должен именно начать чувствовать и, как бы, выпачковывание этого ответа, слышание этого ответа самим собой. Но мы все-таки попробуем в рамках прямого эфира что-то приоткрыть из этой темы. Обычно эта тема очень подробно вскрывается на вебинарном уровне практа. То есть, кому будет интересно, то, соответственно, они всегда могут подать заявку и пойти на этот практ. Итак, с чего же мы начнем? Человек всю свою жизнь, с того момента, когда он начал себя осознавать. Заметьте, я не употребляю фразу «родился», и это намеренно я не употребляю. Возможно, об этом будут другие практики или другие вебинары или другие эфиры. Человек всю свою жизнь знает только самого себя. То есть, вот сейчас каждый слушающий может это применить к себе. То есть, вы, кто бы не слушал этот сейчас эфир, этот данный человек знает только всю жизнь себя. То есть, свои ощущения, свои мысли, да, свои состояния. Весь событийный ряд только через призму самого себя. Все окружающее человек воспринимает как нечто снаружи. Даже если это очень близкие люди, мама, папа, мужья, жены, дети, братья, сестры, неважно, кто, друзья. Но все это как бы снаружи. И только человек находится самим собой всегда неразлучным. И ключом во всей этой ситуации является дыхание. То есть, человек не может поставить на паузу свое дыхание, выйти из себя, зайти к какому-то близкому или неблизкому человеку, подышать вместо него, потом вернуться к себе. Никогда этого не было, нет и не будет априори. И это понятно. Так вот, когда человек знает самого себя, он взаимодействует с кем-то, кто выглядит похожим на него, ну, как некое особь, как некое существо, которое похоже на него. То есть, имеет также такую же структуру тела, да, такие же, как бы, конечности, да, какую-то такую же динамику, разговор. Эти, так называемые особи, да, эти люди, эти существа, которые похожи на самого себя, они, естественно, рассказывают какую-то свою ситуацию, свой прошлый опыт, какие-то свои выводы, как будто есть какая-то легенда, как будто есть какая-то история. И человек ошибочно ставит между этим знак равенства. Но это не так. Это не является знаком равенства, это не тождественно. Да, любой другой человек, он похож на меня. То есть, он так же живет, он так же действует, он так же радуется, так же печалится, так же надеется или разочаровывается. Все вроде бы то же самое. Но есть огромные разницы. И вот, смотрите, это первый момент, который показывает, как информационное пространство обманывает человека. То есть, есть перевертыш. Наверняка, каждый услуживающий этот эфир помнит вот эти выражения. Я и ты одно. Я это ты, ты это я. Нет, не так. Проверяется легко, да. Вы отработали месяц, а зарплату отдайте тому другому, который так же, как вы. И никто на это не пойдет. Ну, я к примеру говорю, таких вариантов можно, таких примеров, Рома. Я думаю, ты тоже знаешь, то есть там, вот у меня есть дом, а ты это я, это ты. Ну, давай я уйду на улицу, а ты живи. Нет, никто на это не согласится. Поэтому играться в эти вещи, человек начинает только когда, он начинает прятаться от самого себя. Вот он пытается уйти в какие-то безбрежные дали, в какие-то мистические, ментальные понимания, где ему кажется, что вот он там одно единое целое со всем, что он видит, со всем, что он ощущает, с чем он взаимодействует. Нет, не так. Так, человек обнаруживает себя в данной реальности, где работает, во-первых, принцип разделения, когда целое иллюзорно разделяется на два. Что значит на два? На я и что-то или кто-то еще. И еще самое главное идет разделение на я и бог. Очень, наверное, глубоко мы сейчас это вскрывать не будем, но тем не менее, начало этого разделения и закладывает следующее вот эту ветвистость, то есть изначальное деление – это двойственность, последующая классификация этого деления, характеристика этого деления – это называется дуальностью. И человек начинает проживать плоды этого разделения и погружения, и обусловленность дуальностью. И так получается, что человек входит в такой закон, который называется по образу и подобию. То есть человек, как сознание бытия, как источник бытия, входит в реальность, где он обретает форму, причем в реальности двойственности, в реальности дуальности. На самом деле, естественно, источник никогда не делится, но это как бы некий такой прообраз деления, некая иллюзия деления, в которой человек проживает фактом себя. И вот за счет этого деления человек получает, естественно, он обретает форму и начинает взаимодействовать с отражением, которое показывает ему похожесть. Гипотетически, что можно запросить у самого себя? Но если вот источник сознания бытия получила форму в данной реальности, то каким бы образом человек взаимодействовал, если вокруг него были бы сплошные коробки или шарики воздушные, или что-то еще, неважно, какие-то емкости, на которых было бы написано «мама-папа», «дождь-снег», «работа-отдых», «нравится-не нравится», там неважно что, да? То есть человек не смог бы несторждественным образом взаимодействовать, то есть по образу и подобию запускает механизм похожести, и только так получается взаимодействие. А значит, еще один ключик – взаимодействие строго, закономерно, строго, необходимо и неизбежно. Если допустить, что, как вещает информационное пространство, что источник поделился на множество, то тогда надо спросить у самого себя. Если источник, во-первых, который совершенен, а это вряд ли кто-то будет оспаривать, то есть совершенный источник, совершенное сознание бытия не может поделиться на что-то несовершенное. Но даже если принять во внимание и какое-то согласие, что якобы есть это деление, на самом деле оно иллюзорное. Так вот, совершенство не делится, и тем более не делится на несовершенство. Но если даже взять и рассмотреть эту гипотезу, эту парадигму, эту теорию, то возникает вопрос, и вы должны его задать сами себе. Человек, допустим, один хочет сажать цветы, рисовать картины, писать музыку, иметь много детей, допустим, что-то еще чем-то заниматься, каким-то творчеством. А, например, сосед напротив, у него программа убить этого человека, который хочет сажать цветы, расти детей, писать музыку или рисовать картины. Нужно запросить у самого себя, именно проговаривая вслух, каким образом тогда управляется это множество, если согласиться с тем, что оно одномоментно существует в равнозначной позиции, как и ты сам. Тогда и проявится, что, получается, источник намеренно поделился, намеренно заложил вот эту отделенность, заложил то, что человек ничего не помнит, как это все поделилось. Далее заложил сценарий каждой конкретной частицы, как многие считают, якобы через информационные источники получают информацию. И, получается, тогда кто заложил программу сценарий жизни каждой конкретной этой частицы? Если заложил источник, абсолют, как угодно можно назвать, то тогда он в ответе за то, что происходит с человеком, от человека ничего не зависит. Если бы абсолют ничего не заложил, то это был бы хаос. Получается, это давным-давно бы исчезло, это бы бытие, вот именно даже этой реальности, то есть наличие этой реальности, потому что, вот как часто метафизики играются с тем, что любая мысль материальная, но сколько человек, допустим, либо думал о хорошем, либо думал о плохом. Просто человек даже подумал бы, а что, если мир взорвется? И он раз и взорвался. Но нет, такого, естественно, не будет. Мысли здесь ни при чем. Так вернемся опять-таки к делению. Нужно задать себе вопрос. Если источник, как навязывать информационное пространство об этом, поделился, и эти люди вот так вот бродят в этой реальности, встречаются и расстаются, то что делает тогда сознание бытия, что делает сам источник? Он наблюдает за этим, он дал абсолютный карт-блаж свободу, или он все-таки заложил какую-то определенную программу. И здесь появляются очень явные нестыковки. Если бы была заложена какая-то программа, тогда, получается, человек ничего не выбирает, он тотально жертва, абсолют решил, что этот человек будет вот учитель, сажать цветы, а этот будет убийца, и как бы он убьет этого учителя. Но смысл что-то здесь пытаться? И нужно задать себе вопрос. Человек, который слушает этот эфир, у вас откликается такая теория? У вас откликается, резонирует? Если же человек, как опять-таки информационное поле навязывает, развивается, совершенствуется, куда-то идет. Во-первых, почему нужно совершенствоваться? Источник априори совершения. Он не мог создать что-то отличное от себя. Он не мог себя проявить отличным от себя. Правильно, Ром? Да, правильно. Я помню этот пример очень хорошо про коробки. Вообще, на самом деле, да, ты очень сжато выдаешь, а ты меня проводила, и я прямо с собой все это ощущал, потому что это вообще страшно, да? Ну, на самом деле, одинность, вообще познать через себя страшно. А просто ее услышать и принять на веру, как какую-то идею себе взрастить, это, ну, наверное, не так и сложно. А вот в чем заключается именно водительство, когда ты ведешь, и сейчас вот индивидуальные проекты ведешь, и ведешь ребят на вебинарах, то раз за разом они это сами. И вот я помню, ты вместе со мной учила меня задавать вот такие вот неудобные себе вопросы, прямо раскручивать. А что, если там есть такой сисадмин большой, он сидит за компом там, что-то ваяет, наваял, и я просто вот, мое сознание некое существует в компьютере. Есть такая теория, это великий сисадмин называется, и вот он там ими рулит, и ты мне задаешь вопрос, а кто он такой? А зачем ему это надо? То есть, нафига народу наблюдать? Для чего? Что это за игра вообще? То есть, и вот такие вопросы, они ставят в ступор, и начинается раскручиваться внутреннее вопрошение, где ты запираешь сам себя в такое состояние, что ты не можешь сбежать. Эти вопросы тебя мучают, а ты от них бежишь всю жизнь. Смотри, информационные источники навязывают, что человек должен совершенствоваться, он как бы из инкарнации в инкарнацию отрабатывает карму. Ну, во-первых, кощунственно думать об абсолюте, в источнике бытия, что человек отрабатывает карму, отрабатывает что-то, чего он даже не помнит, что он делал. То есть, это очень кощунственный какой-то абсолют или кощунственный бог, или как угодно это назвать, который помещает человека как бы в игру, не сообщая ни правила игры, ни какие-то причины, то есть, ни причины следственной связи. И человек совершенно как бы бредет и на ощупь. Ну, знаете, как такой некий курсант, которого только приняли в какое-то учебное заведение, ему говорят, ну, ты будешь сапером, ну, как бы, вот иди пробуй. И вот он пошел, вообще не понимает, у него нет никакого ни инструмента, ни знания, где взорвется, он просто с собой пробует. Ну, пронесло, пронесло. И абсолют говорит такой, ну, он подорвался, он говорит, неудачно что-то. Это карма твоя с прошлой жизни, как бы, ну, не дает. Не получил. Следующая инкарнация будет лучше. Вот такое кощунственное, я еще раз говорю, очень убогое, очень примитивное понимание и согласие на абсолют, на его проявление, но как бы абсолютно, в принципе, недопустимо. Но если человек, даже еще раз говорю, не соглашается с этим, нужно все-таки взять и проговорить. Зачем совершенству делиться? Во-вторых, делиться на несовершенство каким-то образом. Ну, то есть, например, океан взяли, вот разделили, как бы, и вот как бы по центру осталась волна, а с краев это больше не вода, это какой-то песок вдруг стал. Ну, почему? Почему это вдруг, вот если вы набрали ковшиком воду, почему вот везде остался в океане эта вода, а в ковшике вдруг превратилась эта не вода? Почему? Каким образом? И человек никак не хочет на это просто посмотреть, что информационное поле не случайно ему навязывает идею о развитии, идея о совершенстве, идея какой-то динамики, куда-то нужно бежать, чего-то достигать, потому что это отвлекает человека от чего-то другого, что он явно не замечает рядом. И как только вот человек начнёт задавать такие неудобные вопросы, он начнёт замечать, почему информационное поле так или иначе уводит, человек даёт ему, я говорю, такую специальную, знаете, это напоминает мне, я как-то вот недавно там смотрела на ютубе ролик, ну, неважно, человек в какой-то глухой, я не знаю, в какой-то, это не тайка, по-моему, ну, в общем, глухой лес, и вот он строит себе там сруб, собака всё время скучает и подбегает к нему и как бы хочет играться. И вот, ну, чтобы как бы собака ему не мешала, он бьёт всё время, игрушку куда-то далеко, далеко, очень сильно далеко закидывать, и собака убежала. Вот пока это она бегает, он достает этот снег, там что-то ещё, какие-то моменты. И вот он это время всё строит. Опять она прибежала, опять ей кидает, ну, чтобы только она как бы была по оде. То есть вот это напоминает мне в какой-то степени, что делать информационное пространство с человеком, когда ему подкидывают вот эти цели, какие-то такие там, ну, достигатели, да, игру в достигателя, чтобы человек ушёл, как говорится, никогда уже оттуда не вернулся. А если вернулся, то уже было бы поздно что-то менять, сделать, ну, как бы просто как бы смириться и понуро как бы опустить руки. Итак, всё-таки вернёмся в проекцию. Человек – это источник бытия, который обрёл форму в данной реальности в виде этого человека. Всё наполнение человека – это его представление, которое по принципу, закону, по образу и подобию, который называется этот закон, получает воплощение эти идеи, и таким образом формируется парадигма мира, то есть парадигма мира в форме, а именно образ себя. Ядром, естественно, является сам человек, его личность, и это образ о себе. И вот эти два образа, они, в принципе, взаимодействуют. Всё, что человек знает, вот применяя то или иное слово, то или иное понятие, ну, например, любовь, дружба, но он не может же, вот, например, стоять рядом с деревом и сказать любовь, ну, там, дружба, то понятно, что он может пообниматься с деревом, но это не будет в той мере любовь, которую человек предполагает, когда он хочет там завести семью, иметь детей, там, и так далее. Ну, или просто, как бы, испытать вот этот романтизм, да, какой-то чувственный. Мы немножко тоже сегодня затронем эту тему по поводу любви, там тоже было несколько участников, которые проголосовали за это. Итак, проекции – это воплощение в форму ментального представления о чём-либо. Только на этом уровне человек может взаимодействовать. Взаимодействие с нечто подобным, с таким подобным, которое запустит прозрение, запустит узнавание с собой, что же такое этот самый человек. Но здесь нужно вот что ещё помнить, что когда человек находится в данной реальности, это своего рода, ну, я не хочу сказать, что это игра, я не хочу сказать, что это какой-то театр там или сцена, но косвенно мы можем применить такое понятие. То есть человек находится, грубо говоря, внутри пьесы. И, естественно, внутри пьесы есть свои законы. Не соответствовать, не знать, не соблюдать их априори нельзя. Что делают большинство горе-мастеров, которые таковыми считают мастерами, что они пытаются в данной реальности отрицать саму эту реальность, отрицать тело, отрицать ум, отрицать эго. Грубейшая ошибка. Всё, чем обладает человек, оно априори нужно, оно априори закономерно, оно априори не случайно. С этим бороться нельзя. Просто поймите, что есть ключевая позиция. Есть ментал, есть ум, есть личность, есть эго, а есть состояние обусловленности всем этим. Поэтому, что делает информационное поле? Оно заставляет бороться с тем, с чем бороться не надо. С этим надо разотождествиться, а точнее стать разотождествлением. То есть не убивать мысль, не пытаться останавливать внутренний диалог, не пытаться искать тишину, засунуть её куда-то и ждать грубо безболгия, а стать разотождествлением с ментальным процессом. Фактически то, что у нас происходит на практике. То есть вскрытие механизма ментального аппарата, механизма мышления и алгоритма взаимодействия с этим механизмом. Так человек начинает распознавать, а почему он именно так думает. Потому что, как вот недавно у нас, Ром, помнишь, на недавнем вебинаре мы говорили, вот брали Гоголя и Пушкина. То есть, ну никогда Гоголь не напишет то так, как писал Пушкин. Даже если дать им одну тему, почерк подачи, почерк трансляции будет пропущен через внутреннюю парадигму. Я сейчас не про то, что был Гоголь или Пушкин, не про это, а просто как пример, который понимает априори каждый. Так вот, этот паттерн, что такое трансляция Гоголя, она пропускается через ту парадигму, через тот сценарий, тот образ себя и образа себе, который всегда будет выдавать вот такой вкус и оттенок. И это никогда нельзя будет поменять местами. Еще какой пример, вот мы с тобой недавно это обсуждали, и возможно, нашим слушателям это поможет. Вот если вы заходите в огромный зал, в библиотеку, много-много-много книг, допустим, даже там есть целая полка одного автора, то каждая книга, она содержит законченный сценарий. И это сценарий одного. Мы можем, как опять-таки, вернуться к нашему любимому Д'Артаньяну, да, и помнить нашего любимого Д'Артаньян, то есть есть Д'Артаньян, три мушки-теора, есть там 20 лет спустя, там 10 лет спустя, есть про Атоса, есть про Раниса, то эти книги между собой никак не перекрещиваются, они не вторгаются друг в друга, они могут затрагивать одних и тех же лиц, но только в одной книге. Один будет главным действующим лицом, а все остальное будет развиваться вокруг него, а в другой книге будет другой главным действующим лицом, и уже тот, кто был в этой книге главным, здесь станет косвенным, второстепенным, да, участником, второстепенным героем. Так вот, в какой-то степени это показывает механизм данной реальности. Здесь всегда есть только один, который взаимодействует с собой и с воплощенными форму отражениями представлений о мире и о себе. То есть вот так появляются проекции. Единственное но, конечно, можно сейчас заиграться и сказать, о, людей нет, можно делать все, что хочешь, это проекция. Нет. С точки зрения чистоты, откуда смотрит человек, откуда он взаимодействует, раз есть тело, раз человек находится в данной реальности, то, соответственно, он уважает, и он не может не считаться с гравитацией, правильно же, не может сказать, ну, у меня не тело, мне плевать. Или как некие, там, я сейчас не буду называть эти имена, знаменитые такие авторы, которые прикрываются мощными какими-то там идеологиями, вот у меня нет тела. Да вранье. Как ходил человек в туалет, так и ходит, даже если он может делать вид, что он там кушает, не кушает, пьет, не пьет и так далее. Ничего подобного, ничего человек поменять в этом не может и не должен менять, потому что все, что есть, должно иметь место быть. это та структура, в которой все уже создано таким образом и циркулирует. И эта циркуляция настроена именно на то, чтобы человек здесь прозрел, вышел из состояния спящести и обнаружил природу себя неприходящего, то есть источник сознания бытия в самом себе, фактом себя. Это понимает, да, Рубич? Да, на вебинарах ты на самом деле рассматриваешь это все более глубоко, потому что там идет и первый круг это родственники, больше и больше, и кто знает о каких-то там 5-7 миллиардах, это никто, ну то есть человек видит только то, что он видит вот рядом со всем собой и конечно самый первый круг он прямо ощущает собой, прямо вот очень хорошо, это его самые главные грани. Ну, об этом тоже тут, тут надо проводить и ты это делаешь, ты проводишь, а просто так сказать об этом, это так будет додумывание, ага, идеология так, я решил, точно, все, идем. То есть это вот, знаешь, ну да, но с другой стороны, да, человек человеку проекция, тут ничего не поделаешь, у каждого тут свой мир, пересечение, но это невозможно понять умом, то есть это надо прожить, прямо ощутить собой, через распятие, как это будет, и вот тогда открывается какой-то совсем другой уровень. Поэтому вопрос, наверное, он очень сложный, потому что он, для его понимания надо хотя бы пройти индивидуальный праг, чтобы раскачать, где ты раскачиваешь больше и больше человека, и у него появляется возможность заглянуть за грани этого представления, то, что несет себе информационное поле. Ну, вот смотри, человек, например, привык, привык находиться в такой идеологии, что есть, есть люди, есть человек, и есть где-то дедушка Бог, но неважно, кто как его называет, да, кто-то там, кто-то Шива, кто-то Кришна, ну как угодно, кто-то Будда, кто-то Дао, там, хотя Дао это, в общем-то, в большей степени, да, как некий закон, но тем не менее, за всем этим стоит ключ, стоит ответ, стоит знание, но человек спрашивает знание у отражения. Информационное поле это отражательная система, то есть человек фактом самого себя, фактом рисунка собственного подсознания запускает излучение, да, которое выбрасывается вовне и возвращается ему в виде картинки. И получается, что вот эта отражательная картинка, которая как бы формирует вот эту саму реальность, человек у этой реальности начинает спрашивать, как мне быть. Ну это как, если бы я говорю, как Дюма бы, допустим, пришел бы к Д'Артаньяну и сказал бы, слушай, а что будет дальше? Ну как бы это утопично, потому что Д'Артаньян, его же создание, правильно? И только Дюма, да, как автор, он знает, что происходит. Соответственно, чтобы знать ответ, нужно сначала обнаружить кто такой Д'Артаньян, да, само обнаружение, наблюдение за Д'Артаньяном начнет выдвигать человека за пределы этой персонажности и начнется появляться ощущение присутствия автора. То есть не как ментальная догадка, ну так, хорошо, если я оттуда додвинусь, пойду вот туда и будет вот так-то. Это предположение, это ментальное додумывание, это совершенно другая плоскость. Я еще раз говорю, что все попытки горе-мастеров додумывать, пользоваться литературой, которая кишит, да, находится в информационном пространстве, уводит человека дальше от себя, дальше отсутствия себя, дальше от своего знания, уводит в ментал. Ментал – это территория спящести. Я не говорю, что не надо думать, я не говорю, что не надо пользоваться менталом, но есть большая разница ходить по воде, да, или ходить по дну, то есть фактически нырнуть и там, как говорится, утонуть. Никто не спасет, потому что, еще раз, спасение утопающего – дело урока самого утопающего. И еще такой нюанс, вот часто человек говорит, о, есть Бог, есть ангелы, есть духи. Очень нравится, когда там порой встречаешь в ленте, там ангелы вам помогают, там, да, они там молятся за вас, или они там работают над вашей ситуацией, ну вот это вот, как бы, и очень много лайков все вот это собирает. Знаешь, сколько миллиардов людей, ну так, образно, да, можно придумать себе, и у каждого есть ангел. Ну хорошо, хотя бы на ангела по 10 человек приходится. Это что там, целый институт, они учатся явно. Над ними там есть начальник, который их проверяет, они сделают атаку, ошибаются. Но ангел напился, что-то пошло не так. Что это? Вовремя не пришел на работу. Да. Либо у меня тетя говорила, Рома, когда вот эти вот 90-е годы, осторожно, нас всех прослушивают, я говорю, тетя Лен, ты представляешь, нас в Питере три с половиной миллиона, и на каждого нужно прослушать. Я говорю, ты представляешь, там целая вот толпа сидит, тоже город такой же, который прослушивает, а тех еще кто тоже прослушивает. И так до бесконечности. Это именно рассчитано на того, что человек очень обусловлен, он обусловлен какой-то чистотой, вот он у нее зашел, как в нишу, и он ничего дальше этого не видит. И почему и происходит вот эта вся метаморфоза и углубление, и усугубление этой спящести, потому что человек никак не хочет рассмотреть, где же я нахожусь, почему это именно так, а с чего я взял, то есть подвергнуть сомнению, любую концепцию. То есть запросить, а с чего я взял, что это именно так. Ну вот там приводят, например, дарвинскую теорию, до сих пор сколько эти обезьяны не машут палками, но никто не стал человеком, никто не хочет на это обратить внимание. Но ведь это именно так, что показывает информационное пространство, то здесь можно найти нестыковки. И только эти нестыковки начинают разворачивать в человеке вот это улавливание, что есть что-то, что скрыто, как за пеленой. То есть сама спящесть это некая пелена, это некая вуаль. По большому счету свет вот в человеке, он всегда имеет место быть. Это его ядро, это его суть. Но скрыто это налетом очень многих вот таких слоев о ментальных представлениях, о ментальных верованиях, о ментальной обусловленности, о ментальной образности. И человек вместо того, чтобы обнаружить, что же это такое вокруг него, он как бы не замечая всей этой шубы, вот этой ментальной, он как бы ходит и говорит, где-то должен быть свет. Он все время ходит, ходит и в горы, в проруби опускается, в какие-то пещеры, каким-то шаманом, что-то идет, делает, но только чтобы найти то, что он носит самим собой. И фактически это происходит до сих пор, пока вот этот свет не иссякнет, а он иссякнет, потому что это своего рода как такой, знаете, как вдох, который вот зашел, у него есть определенная капасити, и человек должен использовать это состояние взаимодействия, чтобы прозреть и освободиться, стать освобождением, стать вознесением из этого сна. Человек продолжает угуляться в сон и искать там выход. Выхода во сне нет. Выход в разотождествлении с программой сна. А для этого что нужно? Для этого нужно стать тотальным наблюдением. И не только, естественно, и осознаванием, и тотальным моделированием, и проговариванием. Это все опять-таки то, что есть на практике. Но если сейчас опять мы вернемся к теме проекции, бесспорно, когда человек взаимодействует в жизни посредством тела, он будет видеть других людей. И с точки зрения его, как сознания бытия, перед ним проекции. Но с точки зрения его личности, перед ним такие же личности. То есть невозможно сказать, да делайте же с моим ребенком, что хотите, это же проекция. Но не сможет так человек, потому что здесь все настолько реалистично, чтобы человек именно взаимодействуя с этим, вспомнил изначальную свою природу, вспомнил свой исток, свою суть. Как бы вспомнил не в плане, как бы подумал, а как это может быть, а ощутил это, как узнавание тем, что ты всегда этим являешься. И проекции, они всегда будут выстраивать взаимодействие таким образом, чтобы побудить вспомнить, побудить вскрыть собой. И как я уже говорила, что истинное направление, которое может существовать в данной реальности, это тот же самый принцип про рыбу и удочку. Вот мы с тобой недавно эту тему говорили, что важно научить человека рыбачить, чтобы он знал, как запросить ответ. Он знал, как стать этим отвечанием. Сначала вопрошанием и отвечанием. А не так, а у нас, опять-таки, сейчас я матрично звучу, человек как привык, что он приезжает на любой семинар, на любой ретрик, на любой соцсанкт, неважно, какие-то курсы. Он сидит, расскажите мне, я послушаю. Это истинное. Все это вливает в уши. И он такой радостный, зарядившись этим всем. Он как бы уезжает, хватает на месяцок-другой и потом едет за новой порцией. И как бы, ну, и через какое-то время это накопленное, вот это вливание дает свои плоды. Он начинает вдруг верить в эту идею, принимает ее за свою, хотя он ее не проживал, он не проходил это. Он просто услышал, ага, надо так, значит, хочу тоже на троне посидеть, поэтому надо мне вот это, вот это, вот это, вот это по пальцам сделал, все отлично. Дело все в том, что если вот посмотреть на такой технический срез, то когда человек встречается с какой-то идеей, то сначала есть как бы интервал, некая дистанция между человеком и идеей. Но как, чем ближе человек подходит к идее, то, соответственно, у идеи, а идея принадлежит информационному пространству, то есть, грубо говоря, это как мини-воронка в одной большой воронке. То есть, здесь гравитационная такая сила, сила, центробежная сила, которая засасывает человека вот в эту идею. То есть, как получается вообще эгрегор, как получается идеология, да, обусловенности идеологии? Это когда сначала есть человек и идея, постепенно человек сближается с этой идеей, становится с этой идеей одним, а потом остается только идея человека, Вернее, человек уже есть просто как идея, выраженная человеком. Почему я говорю, что это большая разница? Я в тотальном присутствии, я в тотальном наблюдении за собой, думающий, и, соответственно, есть я, которая думает, мысль, или я ничего не замечаю, я не отслеживаю, я не в наблюдении, то тогда мысль думает меня, я фактически просто пассажир, я фактически жертва, которая сгорает в огне вот этого локомотива под названием ментальный процесс. Сам ментальный процесс никогда не скажет, боже мой, что я делаю с тобой, боже мой, мне же тебя жалко, ты же сейчас вот все тут сгоришь, вся твоя светимость уйдет, и выхода больше не будет. Нет, никогда, то есть спасение утопающего, дело к самого утопающего, пока человек сам не обнаружит, что что-то здесь не то, стоп, а почему я соглашаюсь думать эту мысль, почему я в это захожу, с чего я взял. Вот на индивидуальном практике тоже идут сейчас люди, которые с одной стороны хотят обнаружить себя, но при этом говорят, а что если я вот пойду там, не важно, на цигу, на тайчи, еще куда-то. Конечно, человек может идти куда хочет, но помните одно, есть такая подсказка, если вы один на острове, или вы один в плохом лесу, вы ничего, вы ничем не обладаете, никакими гаджетами, никакими интернетами, никакими людьми по соседству, то есть вы хотите сказать, что вы обделены знанием, вы никогда его не вскроете, у вас есть вы сам, и вот эта настоящесть, она внутри, она не снаружи, это не от того, что вы взяли книжечку, почитали, сказали, так, 48 страница, 2 абзаца, точно, вот оказывается, какой я, нет, так не будет, это ловушка, это делает, то есть как только человек, например, почитал и сказал, ага, вот оно как, что происходит дальше, он под впечатлением, эта идея его обволакивает, да, дальше у человека сначала драйв, воодушевление, потом постепенно происходит адаптированность, да, вырабатывается некий иммунитет, человек говорит, ну что там такого, собственно говоря, было, надо что-то еще почитать, и еще пойду, или еще куда-то съезжу, да, или еще кого-то посещу, то есть обязательно допинг, 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 чтобы что-то новое, ага, это вот так, это вот так, это, ну как вот мне нравится, например, по своей энергии, ну на самом деле мне не нравится, но чисто так скажем, сатирически нравится, я, по-моему, даже в одном, я не помню, где это говорила, но или в подкасте где-то, что мы выбираем из пространства позитивные энергии, позитивные ситуации, позитивные события, да, это подкаст был, да, такой, да, кто выбирает негативный, само это выбирать, само согласие с тем, что я что-то выбираю позитивное, запускает вот эту качелью противоположностей, путь без пути, это срединный путь, это золотое сечение, это не когда ты убегаешь от плохого и бежишь к хорошему, это когда ты осознанно взаимодействуешь с собой, который сталкивается и с плохим, и с хорошим, и здесь происходит метаморфоза, здесь происходит трансформация, здесь происходит определенная химия и распятие, и обнуление, да, и освобождение, и вознесение, но только тогда, когда человек есть как присутствие, а в большинстве своем человек едет куда-то только для того, чтобы отсутствовать, для того, чтобы забыться от невзгод, забыться от бессмысленности, забыться от какой-то обреченности, а почему обреченность, потому что то, как хотелось, оно не сложилось, а больше чего хотеть человек не знает, потому что он привык все время извне получать информацию, все время полагаться на что-то внешнее по отношению к себе, я всегда говорила, и снова повторю, что бесполезно расчесывать зеркало для того, чтобы поправить свою собственную прическу. Ключ совсем в другом месте. Я думаю, что это уже очень очевидно. У нас, Рома, что еще там было? В таком парадоксе, что, смотри, например, человек занимается яхтингом или занимается скалолазанием, но он же не читает там книжку и говорит, так, все, отлично полазал по горам. Или, о, на яхте доплыл до Турции-то. Нет, он идет и плавает. А в случае пути к самому себе он занимается вот этой ерундой, что просто слушает, впитывает и говорит, да, это так оно и есть, да. То есть, у нас получается, если бы по такому образу и подобию, то все бы были с Телерами, там, научными сотрудниками, химиками, гинекологами, кем угодно, но прочитав только книжку. Это же так легко. Все прочел. А где прожить собой? Этот путь, он еще сложнее. Его надо прямо вот, вот собой-собой прожить. Прямо по-настоящему. Прямо через слезы, через смех, через все, через все эти распятия. А люди просто берут, сбегают. Да, это фигня, я лучше в поле посижу. Ну, чего? Ну, это вот именно привычка. Во-первых, принцип ментала разделяя и властвует. Разделение идет не с соседом, да, каким-то там по улице, по школе или по работе, а разделение идет внутри самого себя. То есть, разделение себя с собой настоящим, неузнанным, забытым, невскрытым. И именно это делает ментал, потому что он оттягивает внимание на себя. Человек считает, что я не знаю, а кто-то знает. А надо задать себе вопрос. Как так получилось, что кто-то знает, а тот, кто задается вопросом или берет эту информацию, он этого не знает. Вот я говорю, задача, допустим, данного проекта и меня как проводника именно в том, чтобы человек уловил, что все знания у него внутри, он никогда не бывает отделен. Это не значит, что надо очень много чего-то сидеть, читать, читать, читать. Бесспорно, определенный багаж вот этого, этого странствия, да, хождения по мокам, он имеет место быть. Как я всегда говорила, что все знания, все вот эти учения, все эти идеологии нужны для того, чтобы однажды осознать, что они никогда не были нужны. Но осознание этой ненужности, это тоже ценный уровень, ценный такой плацдарм, с которого человека начинает открываться совершенно другое видение, другие возможности взаимодействия, в первую очередь, с самим собой, естественно, уже с отражающей системой данной реальности. Если же человек изначально, инфантильный, изначально, я говорю, что пилот самолета, ну не может, вот он прийти, почитал книжечку и полетел, но никто не захочет сидеть в таком самолете с таким пилотом. Это один нюанс. Еще какой нюанс, который я хочу тоже, чтобы слушающий данный эфир, человек взял себе на заметку. Когда вы смотрите на какого-либо мастера, на какого-либо гуру, который таковым себя считает, естественно, это далеко не факт, что это так на самом деле, что транслирует тот или иной человек, к которому вы пришли. Если это все время какой-то побег, это какие-то красивые пейзажи, какие-то там, я не знаю, птички поют, море плещется, пальмы развиваются, кому это применимо? Вы задайте себе вопрос. Вот вы это все бросили и уехали туда и сидите. Ваши все близкие это все сделали, все побросали и уехали. Все в городе побросали и уехали. Кто куда уедет, на чем, где будет жить, посредством чего будет жить? То есть, что будет кушать, во что будет одеваться, если бы все просто вот так сели, и как бы вот водичка, птички, бабочки, тишина. Но это не есть жизнь. Соответственно, когда гуру вам транслируют такие вещи, это ловушки, это отрава, потому что это неприменимо к реально живущему человеку со своими проблемами, со своими оплатами, со своими счетами, со своими какими-то радостями, невзгодами, с растущими детьми, с переходом их возраста и так далее. Куча-куча всяких вещей. Трансляция должна быть непосредственно жизненная, а не о том, что давайте послушаем тишину. Ну, смысл, вы приходите, у вас раздуло щеку, плюс, а идентист говорит, зачем вы, это же придумано все. Ну, давайте послушаем, вот просто вот тишина, ну, пустота. Давайте птичек. Ну, вы явно сорветесь в агрессию. Если вы прибежите еще раз, куда угодно, в самолетах и так далее, любая профессия, любая, даже тот же самый интернет, благодаря которому все транслируется, телефоны, все-все сразу, вот операторы скажут, а давайте слушайте шуму. Ну, как бы, ну, не понравится никому. А, соответственно, те, которые это предлагают, тогда кому они это предлагают? О, а у нас появляется игра в избранность. Ну, то есть какие-то там рабы пашут, 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 а я такой избранный, я как бы над этим. Нет, это неприменимый путь. Это ловушка. Путь – это когда человек берет и точно чувствует, что вот этот ответ, вот этот момент, алгоритм, который я могу применить и вскрыть собственное узнавание знания, а не просто, так, что бы это могло быть? Да ты не парься, ты еще рано, семь лет, мне ты рано еще. Или там, допустим, вообще меня поражает, когда там какие-то мастера или мастерицы просто садятся и там 15 минут смотрят в одну точку, в какую-то стенку, как бы, и весь зал так ежится, шуршит, не понимает, то ли встать, уйти, то ли как бы найти в этом какую-то такую глубокомысленно, мистическую какую-то тишину и какую-то такую мудрость, которая просто запредельна. Но на самом деле ничего кроме ступора это на самом деле не вызывает и показывает точно, что там знания однозначно не было и нет. Еще какой нюанс с точки зрения проекции. То, что в данной реальности есть много-много-много разных частот, причем частот у образности, это всегда было и будет невозможно, чтобы все, я говорю, сразу сели, просветлели, понятно, что сейчас, когда я говорю все, я отдаю себе отчет, что это матричное звучание, что это звучание, как если есть другие люди, смотря откуда вы взаимодействуете с собой. Если вы взаимодействуете с позицией автора, если вы действительно ее открыли в себе, вы ее ощутили, не просто подумать, так автор, где бы это могло быть, ага, ну это надо вот так, тогда да, это представление. Если вы точно знаете, тогда да, вы будете все равно с человеком, да, в Риме по римским законам, вы все равно с человеком будете общаться на его языке и будете смотреть, нужно что-то этому человеку или нет. То есть, ну для вас вы будете знать, что это проекция. Понимаешь так? Да, есть еще такая штука, как, когда вот ты меня подвела к проекции сострадания. То есть, к проекциям совсем другое отношение. Я же не могу сказать, что там, это не мой сын или это не моя мама или папа. То есть, и какая-то ответственность появляется и очень немаленькая ответственность, скажем так, тотальная, потому что в 11 только я ответственно за них больше никто. Но это не та ответственность, которая личностная. Ну, то есть, я им теперь буду все делать, помогать, да-да-да-да-да-да-да-да-да. Нет, это не то. Это намного, намного глубже. Я даже не знаю, как это передать, как это объяснить, как это сказать. Ну, ключ взаимодействия всегда по моменту. Естественно, вот об этом как раз на наших практиках, может быть, часто мы сегодня об этом говорим, но тем не менее. Я, наверное, упоминаю о практиках, только потому, что очень хочется передать, но должно быть взаимодействие с человеком, а не просто рассказать, слушайте, вот в этой ситуации делайте так. Это неприменимо. Вот, как мы с тобой недавно там зачитывали шесть правил счастливой жизни, что там, да, делайте то, что хочется, не делайте то, что не хочется. Но, кому эти советы? Во-первых, одно то, что человек начнет задумываться, он будет пытаться толкать себя во что-то войти. Это не будет им настоящим, это не будет естьностью бытия, это не будет настоящестью жизни. Когда человек такой, так, хочу это, не хочу это, вот это. То есть, что значит хочу, не хочу? Хорошо, ребенок маленький проснулся, плачет, не хочу вставать. Ну, как бы так, что ли? Как что это будет выглядеть? Или человек работает на школьном автобусе, разводит детей, говорит, да не, не пойду все эти, что-то у меня вообще настроение, плохое дождь за окном, что-то дома посижу, кофе попью. Можно это? К чему вот это вот, такие советы? А люди лайкают, потому что они находят в этом какую-то сиюминутную отдушину. Нет, ключ, он не зыблемый, он не является сиюминутным, но его невозможно раскрыть, как ментальную трансляцию. То есть, должно быть взаимодействие. То есть, я бы сказала так, вопрошающий задает вопрос, ему задается следующий вопрос, чтобы он тогда увидел как бы самим собой ответ на заданный вопрос. Если это не получается с одного витка, с второго, то этих витков может быть несколько, но человек точно должен уловить, он должен сам себе говорить и отвечать. И тогда в этот момент что-то у человека прозревает, вызревает некие такие продуберанцы, которые начинают просвечивать, пробиваются сквозь пыль вот этой ментальной обусловленности и неведения по-другому никак не работает. Вот это складирование информации никакого отношения к освобождению, никакого отношения к просветлению не имеет, потому что просветление это просвет. Это когда сквозь вот эту тьму неведения, тьму обусловленности, да, вот эту вуай, происходит вот такой продуберанец, да, когда прорывается свет наружу, и он прорывается из себя наружу, а не откуда-то извне к себе. Извне к себе это иллюзия. Свет всегда только изнутри. Так вот, человек и должен запрашивать, а что такое я, если я один? Как я буду знать, как действовать? Если у меня нет этих книг, если я не могу вот это сделать, что я обделен? То есть, каким образом источник меня бросил, только потому, что я в лесу? Нет, конечно, такого быть не может. Сейчас мы еще немножко затронем тема по поводу любви. Она тоже непростая, потому что у человека есть точное представление, и не просто представление, а обусловленность концепции любви. А концепция любви любовью не является. Я бы сказала так, что концепция любви противоположна настоящести любви. И человек, опять-таки, должен это обнаружить, а не так, что человек обнаруживает, не то, что обнаруживает, а как бы побуждает себя, принуждает себя одеть какую-то, да, вот эту маску Богоматери или маску какой-то благости и святости и играется в это. Ну, одеваются белые одежды, такой томный взгляд, какие-то улыбочки, какая-то такая легкость безмятежности. Это ничем не помогает. Это просто театральная пьеса. Человек естественный по моменту. Если ситуация того требует защитить кого-то, значит он защищает, потому что он смотрит, что происходит с ним самим. Может ли он не отреагировать, может ли он не участвовать в этом. Или наоборот, как бы может ли он хотеть участвовать, но понимать, что это ведет его по какому-то заданному курсу, который до этого приводил в какие-то тупиковые ситуации. То есть он увидит в этом наезженную колею и скажет, стоп, я больше так не хочу. То есть для всего этого должна быть перспектива, то есть наблюдение за всем происходящим самим собой со стороны, потому что лицом к лицу лица не увидать. Итак, по поводу любви. Когда человек вваливается, проваливается, одевает из себя концепцию любви, это не является любовью, это является насилием над собой, потому что человек как бы пытается втиснуться в те одежды, которые ему не принадлежат. Ментал специально как бы навязывает, наращивает, нагнетает такое какое-то понимание, такую подачу какого-либо состояния, чтобы человек никогда этому не соответствовал. И человек все время в раздраве. Вот почему человек ищет вечно настоящую любовь, не понимая, что он сам является ключом к обнаружению этой любви. То есть он сам должен ощутить себя любовью, не просто стать, как бы любить себя, потому что любить себя это делатель, это достигатель. Тогда человек проваливается в очередную концепцию. Любить себя это, например, сходить на массаж, любить себя это говорить нет, любить себя это покупать и что-то вкусненькое отдыхать и еще что-то. То есть это просто концепция, которой человек будет соответствовать. Но это не будет любовью. любовь это всегда состояние момента, когда человек есть у себя, когда он настоящий, когда он точно ощущает, что с ним происходит. Он в расхлопнутом состоянии, он в разотождествленном состоянии. И тогда вот эта настоящесть, эта естьность момента и является любовью. И в одном она случае может быть действительно будет звучать как нет, в каком-то случае будет как да, в каком-то случае будет то, что я прощу, я пойму, я постараюсь. А в другом случае скажут нет, хватит, баста, не позволю. Нет вот такого ключа. И поэтому все вот психологи, которые как бы размножаются, да, и размножают все свои вот эти знания насчет того, что вы не того человека встретили, вам надо найти другого человека, а вот это нарцисс, а это еще кто-то. Да нет, не того человека. Есть именно то излучение, которое воспроизводит именно того человека, который как бы должен что-то показать тому, чтобы тот, кто это излучал, понял, что причина в нем. Причем в нем не в том, что вот его убьют, а я такой, меня надо только бить. Мы не про это, а про то, что человек должен уловить, что значит он сам себе неинтересен, он сам себе не нужен, он сам себе недорого, ему самим собой один на один плохо и скучно, и поэтому он ищет кого-то, в ком бы спрятаться, и он страдает и ищет. И вот смотрите, находится кто-то, который якобы подходит под эту модель, и человек начинает со всей грубо говоря дурью туда втискиваться, вот он мой этот человек, и начинается прям вот такое сближение, давление, потом появляется естественно нестыковки, шероховатости, то человек говорит, нет, я так не хочу, надо заставить, потому что моя любовь предполагает только такое взаимодействие. И получается, дальше возникает самый интересный критерий, критерий страха одиночества, и вот тут идет сделка, либо прогнуться, задавить себя и сказать, я буду мудрой или мудрым, да, ну, как бы, чтобы не принимать никаких действий, потому что страшно признаться, что одному очень плохо, и что делать с этим одному, с этим одиночеством, это же ужасно, но тогда я буду лучше мудрым и терпеть. Не важно, что там потом все будет сыпаться, все здоровье, отношения, страдать, как бы, фоново все, кто будет вовлечены в эту картину, но только, чтобы ничего не предпринимать. Я еще раз говорю, нет такого ключа, который говорил бы, а, любви нет, все, до свидания. Здесь надо смотреть всегда индивидуально, но человек сначала точно должен задать себе вопрос вслух, и вслух же ответить, а что я понимаю под словом любовь? Ну, как что это, любовь? Ну, я никогда в жизни не поверю, что кто-то собьет на машине ребенка и тут скажет, ну, как бы любить его надо, этого водителя, ну, выпил, много человек, ну, как бы скучно ему было, но никто так не будет действовать, никто это не оправдает, не будет здесь никакой любви, и какие-то другие моменты, то есть, помните, в каком-то, по-моему, в первом или во втором эфире мы с тобой ром тоже это обсуждали, что, когда, допустим, девушка говорит, я вот, да, я хочу быть девочкой, я хочу, чтобы во мне заботились, хочу, чтобы меня любили, чтобы я была вот с мужчиной, как за каменной стеной, но она действительно будет, как за каменной стеной, что такое каменная стена? Вот первое твое ощущение. На штопах? Ты знаешь, это тюрьма. То есть, она кличет тюрьму, она всем фактом себя, излучением себя, и говорит, я иду на грозу, держите меня семеро, но она идет, ее никто не остановит, потому что, не она хочет сама себе принадлежать, не она хочет на себя полагаться, а она хочет за кем-то спрятаться, кому-то отдать бразды правления над собой, то есть, она вроде бы говорит, да, я хочу быть свободной, я хочу то-то, но по факту, собой является тот, кто берет тотально ответственность за себя, я не говорю, что человек должен быть один, но когда человек говорит, я хочу вот спрятаться, я хочу, чтобы вот он решал проблемы, чтобы вот он что-то придумывал, или мужчина, наоборот, говорит о том, что я вот хочу женщину, который мне будет как мама, он точно так же хочет спрятаться, по большому счету, человек, который является любовью, это целостность, это целостность себя, факта себя по моменту, и вот тогда целостность, излучается мое себя вовне, и отражательная система воспроизводит другое, такое целостное, как отражение, и тогда этот танец двух, который вот в этой реальности выглядит как двух, по большому счету, это танец одного, но так как данная реальность, это двойственность, это территория сна, то здесь все вот так поделено, это будет танец двух, но танец одного. И на этом мы прощаемся до следующего прямого эфира. Сейчас, наверное, надо объявить тем, кто сейчас будет в закрытой части, что... Да, в закрытой части, я, соответственно, всем пришлю ссылки, это кто у нас в ВК-донат, то есть там продолжается, там уже именно вопросы будут задавать Яне, и Яна будет проводить. Да, все, кто туда не идут, и кто слушал, до новых встреч, увидимся. Счастливо всем, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...